Приветствую вас. Собственно говоря, ответ Кудрящёва Игоря Леонидовича, на мой взгляд, наиболее корректно отражает суть вашей проблемы. И, соответственно, нужно вам прислушиваться, на мой взгляд, к нему, да, к ответку. Я же вам, с моей стороны, могу рассказать следующее. Глобально у вас присутствует некая инфантильность, как мне показалось в тексте. Что это значит? Инфантильность значит, в первую очередь, то, что вы не в полной мере осознаёте ответственность за, ну, какие-то вот свои действия, за какие-то свои решения. Вы не осознаёте ответственность перед самим собой. И, напротив, вы слишком ответственны за своих родителей, потому что они здоровы. И считают, что вы должны им, вероятно. Вот только по какой причине вы считаете, что должны им? Откуда это вот чувство долга? Ну, чувство, что вы должны им? Это вот вопрос. Вопрос, на который вам нужно ответить, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Это то, что глобально. Я могу вам ответить. Теперь более деталей. Давайте поговорим. Я тянулся с этим вопросом, но ситуация даёт мне понять, что мне нужно его задать. Вот смотрите, здесь вы фиксируетесь именно на том, чтобы задать вопрос. Не на том, чтобы что-то решить. А именно на том, чтобы задать вопрос. Ну, надо сказать, что от действий вас отделяет достаточно много. По преднему. Ну, я имею в виду вот конкретных именно действий. Вопрос и ответ на вопрос, он мало что даст. Дело в том, что мне двадцать четыре года и мне тяжело съехать от своих родителей. Если быть точнее, то вот бабушка. В чем тяжело? Вы говорите об этом в конце, но я хочу спросить у вас сейчас. Чем тяжело? В чем тяжесть для вас этого? Этого. Вот то, на что вам нужно ответить. Хотите ли вы сами, сами съехать или не хотите? Сами. Ну, вы. Ну, съезжать. Вам с этим нужно определиться, на мой взгляд. И определиться с тем, что для вас все-таки, все-таки тяжело. А то, вы вроде бы говорите, что тяжело. Чем тяжело? Да? Не говорит. Ну, не обещает. Не обещает. Хотя это очень важный момент. Дальше. Мне многие об этом говорили, в том числе психологи, многие мои друзья и знакомые. Ну, а чего хотите вы? То есть тут есть проявление какой-то вот вашей неуверенности в себе, недоверия в себе. Моя мать помаленько высасывает из меня деньги. Нет. 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 Из вас деньги никто не высасывает. Вы сами, скорее, позволяете своей маме высасывать из себя деньги. Почему? Это хороший вопрос. Почему? Потому что, вероятно, вы чувствуете себя ей должным. Если вы чувствуете себя ей должным, то вот вам и основа. Грубо говоря, грубо говоря, перед ней у вас есть чувства вины. И это очень важно зафиксировать. Дальше. Так, сам живу в Израиле, проблемы же не менять. Сама мать живет в России, не работает, хотя тоже переехать через год хочет к нам с бабушкой. Мне что-то подсказывать, в этом случае я просто не видел. Да, вы правы. Вы правы в том, что вам будет очень и очень тяжело. Это верно. Это верно. Это верно. Вопрос немножко здесь по-другому заключается, на мой взгляд. Да? Почему вы считаете, что обязаны бабушка, обязаны маме своей и так далее? А вот что вы в себе обесцениваете? Что вы в себе отвергаете, что для них возможно вот такое транслирование вам своего образа? Ну, потому что мне приходится жить, не имея своей комнаты, к нам в том числе заходят соседи. Меня постоянно бабушка контролирует. Ну, я думаю, что с одной стороны, вы, опять же, бабушке позволяете себя контролировать. Это первое. Второе, это то, что хотите ли вы сами с того, чтобы бабушка контролировать вас перестала, к примеру. Это верно. То есть, у меня нет уверенности в том, что вы готовы к этому. Да, вам не нравится, да, вам не нравится, что вас контролируют, но смотрите, вы говорите, что к нам постоянно выходят соседи, вас что напрягают. Забегая чуть вперёд, можно сказать, что вы боитесь людей. Вы чувствуете себя незащищённым с ними. Если это так, если вы чувствуете себя незащищённым, то, соответственно, это проблема личных-личных границ. И контроль вам нужен как раз для того, чтобы эти самые личные границы защищать. Поэтому вы можете, на мой взгляд, бороться сколько угодно, пока вы не начнёте работать с личными границами своими, потребность в контроле у вас будет от слова всегда. И подсознательно, так как это получилось с апартаментом в субботу, ведь вы ещё не могли не знать, что оно не работало, но тем не менее, именно в этот день вы позвонили. Вот получается, что вы сами себе будете саботировать любые инициативы, любые инициативы, собственные инициативы. Я имею в виду в плане еды и финансов, хотя я могу себе купить что-нибудь, так иногда говорят, что это мои деньги, делай что хочешь, но по факту это не так, и вы позволяете это, потому что считаете, что должны и ей, опять же. В общем, мои плюсы в том, что из-за того, за который я не плачу, есть деньги, которые я буду тратить, сколько захочешь, соответственно, с моей заработной платой. Сминус, у меня начались серьёзные психологические проблемы. Я стал агрессивным и неразговорчивым. Иногда мне за себя даже страшно. Ну, эм... Агрессия здесь связана с защитой. Так вы реагируете на постоянную угрозу за себя. Так вы реагируете на... Эм... 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 Те... Негативные. Вызовы, которые бросают вам ваше... В том числе социальное жизнь. Вы пытаетесь защищать, но делаете это крайне хаотично, делаете это крайне грубо, не щадяще по отношению к себе самому, и из-за этого у вас возникают трудности. Поэтому я и говорю о том, что в контроле вы нуждаетесь и будете нуждаться. А вот как вы относитесь к тому, что у вас агрессия, например. Опять же, стресс, когда будет много, бросить деньги, я не знаю, сколько надо бросить следующий раз, если не дам скандал целый день или два. Ну во-первых, почему вы считаете, что должны давать эти деньги, во-вторых, как на вас влияет скандал? Вот. Как он на вас влияет? Именно. Это важно. Самое все. Именно ваша реакция, именно ваша реакция на скандал является в достаточной степени ключевой. Вот. Потому что это то, на что давит ваша мама, это то, значит, чем она оперирует, и это ваше уязвимое место. Это то, что уже либо вызывает чувство вины, либо страха, либо стыда, либо неуверенности. Вот. И, соответственно, часть человека получает над вами свою власть. А вот. Далее. Далее. Мама есть еще здоровая женщина, не больная, но не хочет работать. Так, а зачем ей работать, если у нее есть вы? Какой мотив? Какой мотив? Чтобы работать, должна быть мотивацией. Либо мотивация в плане ценностей. Ценности работы. Ну, эмоциональные, духовные ценности. Вот. Либо мотивация в плане денежных средств, например. Но, проблема здесь, на мой взгляд, заключается в том, что, что, ну, ни того, ни другого нет. Ну, в данном случае. И зачем? Зачем? Ваши мамы работают. Какой смы... Ну, что такое, перескочить через себя я не очень понимаю, а то, что вам стыдно перед друзьями, это, конечно, свидетельствует о том, что для вас важно умнение других людей, и все ориентируйтесь, если вы на него, а не на себя, это проблема, это проблема, и достаточно серьезная, надо сказать, проблема, потому что это, опять же, делает вас несамостоятельным и зависимым, вот. Возможно, это одна из причин, почему вы не можете съехать сюда, то есть, это зависимость от мнения других людей, а не ориентиры на самого себя и на то, что вам, собственно, нужно и важно, да, это недоверие, вот, себе, вот, это может быть страх обсуждения, это может быть страх, страх одиночества, того, что, ну, что вы можете одиночаться, например, то есть, это вот тоже такие достаточно важные моменты. Дальше, плюс, мама и папа, я думаю, тогда вообще не поедут в Израиль, я не знаю, что там с ними будет вообще, в общем, чувство вины, чувство вины. Чувство вины – это агрессия подавленная, ее нужно отыскать и выразить, да да, чувство вины уйдет. Опять же, недоверная попытка моя сбежала с крахом, так как в Израиль и в субботу я начинал в Санкт-Петербурге, но банально не смогу дозвониться в так выходные, на что вы рассчитывали. Я был в Брест, уже настроен, у меня тогда появилось, оставалось маленький газ для того чувства, что вот уже пора, а потом, когда я понял, что потерпел в крах, я прислал на скамейку, подумал, что нужно обратно бабочка ничего не заметила, но это выглядит как игра. Как игра Бреста, что для виду, что я пытался, но не получилось. В общем, сейчас я сижу, собрал все документы и думаю, что лучше я буду жить как и прежде, т.к. внешний мир с личным опасен, я же обрабатываюсь людей и вообще жить один. Ну, вот вы и описали по факту свой выбор, вы написали свое решение, которое полностью противоречит тому, что вы описываете в своем тексте. В тексте вы говорите, что хотите съехать, а сейчас вы пишете, что, ну, вообще-то, я боюсь людей и вообще-то, а мир опасен и... Так давайте, может быть, все-таки определимся, вы какую проблему решить-то хотите? Если вы хотите решить проблему переезда, то вам нужно решить сначала, в том числе, проблему своей социал-особности. Понимаете? Понимаете? Что вы боитесь всего, что во всех во всем вы видите для себя угрозу. Что с личными границами у вас трудность-трудность, ну, именно поэтому, именно поэтому вы боитесь людей. Вот. А как вы хотите, чтобы, значит, ну, чтобы сперва вы переехали и все, и все проблемы решаются? Так, нет, вы же не можете переехать по ряду причин. Вот. А если с причинами поработать, то и переехать будет легче. Обрат в том, чего вы хотите. Опять же. Внутри меня поселилось ядро сомнения, что, видимо, никогда не смогу жить один. Но вы противоречите вас в предыдущем предложении совсем другое. Стоит ли бороться с этим чувством? Естественно, нельзя бороться, их нельзя подавить. Потому что у меня есть уже возможная возможность найти квартиру или остаются как есть. Я думаю, что, так или иначе, крайне негативно то, что вы боитесь людей и считаете мир опасным внешним. Я думаю, я думаю так. Я думаю так. И я думаю, что вы не свободны принять выборы. Вы, как говорится, как-то скомпрометированы. Потому что у вас есть эмоциональная заинтересованность в принятии определенного выбора. Мне кажется, что задача психолога в вашем случае в том, чтобы помочь вам не бояться внешнего мира, успешно с ним взаимодействовать. Да? Не бояться людей. И вот тогда уже вы могли бы свободно для себя решить этот вопрос. Тогда бы вы уже могли бы для себя достаточно свободно решить эту ситуацию. Вот. И решить для себя, что вам хочется делать в итоге. Вот. А сейчас, на мой взгляд, вы крайне не свободны в принятии своего решения. Поэтому и выбор вам сделать так сложно, на мой взгляд. Вот. Дальше. Так. У меня вряд ли отвечу на данный вопрос. Ну, как я уже и сказал. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего доброго. Я надеюсь, что вы выберете специалиста. Вот. И проводите со специалистом над вашими страхами. Тогда проблема будет выглядеть совсем иначе. Всего вам самого доброго. Удачи. 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 Продолжение следует...